Вы представьтесь, пожалуйста, для всех, кто нас сейчас с вами. Меня зовут Николай Дергачев, я в обычной жизни занимаюсь собственным бизнесом в области маркетинга, занимаюсь продвижением различных регионов, стран, отелей, связан он с туризмом, но сейчас я занялся общественной деятельностью, на этих выборах муниципальных депутатов я выдвигал свою кандидатуру, совсем чуть-чуть не хватило мне для того, чтобы стать муниципальным депутатом московским, но вот некоторые направления деятельности во время избирательной кампании меня заставили, так скажем, более пристально изучить вопрос о сохранении исторического наследия, архитектурного наследия и так далее. Что касательно истории, я давно увлекаюсь этим вопросом, это абсолютно никак не связано с моей профессиональной деятельностью, у меня есть своя страничка, посвященная мировым воинам, ну скорее такая военно-исторического характера, но если возвращаться уже... Николай, извините, значит, вы потом эту ссылочку поставьте под эфиром, чтобы ее все видели. Да-да-да, спасибо, поставлю обязательно. Вот, ну сейчас мы с вами хотели бы, так сказать, поговорить о большей архитектуре, о ее сохранении и так далее, ну, вы знаете, я хотел бы анонсировать вот несколько таких моментов, да, начну, прежде всего, как сохраняется архитектура в исторических городах Амстердам, Лондон, Рим и так далее, и по сравнению с тем, что происходит здесь у нас в Москве, когда, в общем-то, пытаются уничтожить то, к чему привыкли москвичи, то, что дорого и превратить, в общем-то, город, ну, скажем так, в нечто усредненное, да, такой, вы знаете, фруктовый кефир, который ни туда, ни сюда, да, то есть, ведь посмотрите на опыт того же Лондона, да, ну, знаменитый бар, там, старый чеширский сыр, там, который построен в 1666 году после великого пожара лондонского, да, никто даже не подумал о том, что его надо сейчас там снести, перестроить, сделать из него там бизнес-центр и так далее, и так далее, да, Ну, англичане, они вообще известны тем, что они очень трепетно хранят все свое историческое, вот, наследие, вот, поэтому, конечно, посмотрите, как, скажем так, как они относятся к собственности и так далее, то есть, достаточно прагматичные люди, тем не менее, вот это историческое наследие, оно сохраняется и сохраняется очень бережно, очень хорошо. Николай, давайте мы с вами сделаем так, вот, просто даже я вижу это по своей группе, что вот эта тема, я как раз про то и говорила уже, очень животрепещущая для многих городов российских, вот, поэтому подготовить момент, во-первых, связанный с тем, как бы обобщить, да, какие проблемы вот в Москве сегодня конкретно в этом направлении, и как все-таки в соответствии с нашим современным законодательством, которое существует в Российской Федерации, можно общественным организациям действительно сделать так, чтобы их услышали на законах основания. Скорее, скорее, я, так сказать, так скажу несколько просто из своего опыта, да, законы, возможно, и есть, но тут скорее вопрос именно общественно-политический, то есть, вопрос того, что люди должны объединяться, то есть, просто одиночка, да, не в тамбове. Вот, совершенно верно, и вот мне хочется, потому что я вижу, что в нескольких городах действительно люди хотят подстоять, хотят, готовы объединиться, вот, вот какой-то путь вот им дать, да, вот рекомендации какие-то, я думаю, что это было бы действительно очень полезно, чтобы, в общем-то, потому что те люди, которые присутствуют в Фейсбуке, те люди, которые присутствуют там и вот, или в моей группе, или там где-то около, да, они как бы вот такого уровня, что им не надо объяснять, что нужно сохранять наше наследие, они готовы, они хотят, но, к сожалению, вот, вот как, вот этот вот путь, действительно, особенно, если у вас есть какие-то конкретные, ну, может быть, примеры ваши личные, да, или там, вы можете что-то подсказать, то есть, с кем можно было бы там напрямую связаться, поговорить, выяснить, вот, кто уже прошел что-то, да, чтобы вот эти вопросы можно было действительно решать, пока не поздно, потому что все очень быстро, к сожалению, происходит, и схема везде одна и та же, приблизительно так же, как все и в Москве происходит, так что давайте мы с вами вот следующий эфир этому посвятим, может быть, даже еще кто-то там присоединится, я поговорю с людьми из других городов, чтобы вот у нас был такой с вами совершенно конкретный хороший разговор, и я хочу вас поблагодарить за то, что вы и вот поучаствовали в проекте, который у нас был вот по поводу этой даты столетия, да, с которой началась наша жизнь совсем нелегкая, значит, большое спасибо вам, Николай, за то, что вы так вышли, поучаствовали и очень, ваш первый эфир, я считаю, просто очень даже прекрасно прошел, вот, не забудьте поставить ссылочку вот на эту вашу страницу, на которой вы говорили, там напишите в комментариях, вот. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Продолжение следует...